Замусоренный участок, мёртвые деревья и разрастающееся болото. Такую грустную картину вынуждены наблюдать жители частного сектора, рядом с улицей Кутузова. Кроме нелицеприятного вида, вода ещё и постепенно топит местных. По их мнению, началось всё примерно 20 лет назад. И ситуация с каждым годом лишь усугубляется. Из-за чего это началось-то? Ну, я считаю, из-за землетрясения, которое произошло. Видимо, пласты сместились. Допустим, у меня в подвале воды не было, а после землетрясения она пришла. То есть меня топит капитально. Пытаясь выяснить, кто хозяин болотистого участка в Бару, наша редакция направила официальный запрос в администрацию города. Из ответа мэрии ясно, что опасная трясина действительно образовалась давно. Но причина тому, утверждают чиновники, активная застройка местности. Из-за её плотности грунтовые воды в лесу стали подниматься выше. И теперь каждый раз с приходом оттепели жителей подтапливает. Уровень грунтовых вод даже выше ещё. Он сейчас просто наполняется постепенно и потом будет откачивать. Но его даже визуально видно. Чтобы хоть как-то уберечь свои дома, местные нелегально проложили трубу, по которой часть воды стекает вниз по частному сектору. Проложить бы ещё несколько, говорят люди. Но такой вариант недопустим. Её некуда отводить. Дальше идут участки соседские. Мы не можем кинуть трубу через них. Да даже если могли бы по закону это сделать, то физически некуда. Дальше идёт улица Кутузова. Справедливости ради добавим. Администрация района помогает откачивать воду, если она начинает топить дома. Но местные жители обеспокоены ещё и тем, что бор заболачивается. На этой почве между соседями даже дошло до конфликта. Пять лет назад сосед на данный участок завёз 10 камазов строительного мусора. Отсыпал участок дороги 10 метров и вот эту площадку перед гаражом. Отток воды, талой воды из леса прекратился. Она стала собираться вот на участке леса. Но убери эту насыпь, топить начнёт активнее. Люди настоятельно просят объединиться специалистов и попробовать найти решение их проблеме. Осушить болото хотя бы наполовину. Или, допустим, оборудовать колодцы для водосбора грунтовых и дождевых вод. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.